Кипяток. Кофе для отбитов. Смотрите, в ролике я Айбу помогать не буду. Это для индюков, да? 256, нормально. Айуб, 256 пойдет тебе? Все. Это мой братик. У него 14 профи. Это черный серый. Переденем Айбу в другой образ. Серьезно? Ты звонил, да? Да. Я в самолете поставил и спал. Айуб, покажи нам, насколько ты хорошо играешь в эту игру. Эй, бать, а есть трава? Трава нет. Трава нету? Ребята? Неправильно делать? Ого, что я неправильно делать. Друзья, приветствую всех. Всем ассаламу алейкум. Вы на канале Асхав Томаев. Меня давно не было на ютубе. Больше месяца я не выкладывал ролики. Я извиняюсь перед вами, ребят. Я сейчас буду стабильно делать для вас контент. Наверное, кто подписан на мой инстаграм, наверное, в курсе, да? Что я проводил конкурсы, поэтому был занят. Мы провели два масштабного конкурса и два раза мы провели рекорды в России. Перейдем к теме ролика. Буквально на днях я приезжал, это в село. Я приезжал к Айубу. Это парень, у которого нет двух руки. Айуб, ассаламу алейкум, брат. Как ты, брат? Брат, мы у тебя в гости приехали. Тут живешь, да? Мы с тебе не с пустыми руками приехали себе подарком. Нормально все хорошо. Айуб будет смотреть мои видео в большом телеке. Айуб, ты мои ролики вообще смотришь? Все, теперь будет смотреть на большом телевизоре. Он сегодня расскажет про себя, расскажет свою историю. Честно сказать, я выкладывал его в сториз, многим он понравился. И многие просили, чтобы я снял про него ролик. А мы приехали к нему в село. Давайте познакомимся с Айубом, пусть он покажет нам свою жизнь и постараемся его чуть сегодня обрадовать. Все, погнали. Ребят, сейчас отличное время, чтобы начать свое собственное дело. На самом деле есть много свободных ниш. Но тут важно грамотно подойти к этому вопросу. Когда я запускал свои проекты, я столкнулся с такими проблемами, о которых даже представить себе не мог. Я думал, что я сразу начну делать бизнес. Искать клиентов, устраивать продукт. Но по факту очень много времени и сил ушло на рутинные вещи. Заполнение бумаг, открытие ИП, походы в налоговую, отчетность. Поверьте, это далеко не то, чем хотелось заняться, когда только начал свое дело. Важно, как можно быстрее получить результат. И только это мотивирует продолжать. Тинькофф бизнес колоссально упрощает процесс. Я могу сконцентрироваться исключительно на реальных задачах с клиентами и на развитии продукта, а все бумажные вопросы отдать профессионалам. Кстати, можно бесплатно зарегистрировать ИП или ООО. Вам даже не нужно посещать налоговую. Тинькофф сделает это за вас. А для моих подписчиков полгода обслуживания абсолютно бесплатно по промокоду SIXFREEMATCH. Давайте пробежимся по опциям. Удобно, чтобы все сервисы находятся в одном месте. Бесплатная онлайн-бухгалтерия, торговый и интернет-эквайринг, кредиты на развитие бизнеса и т.д. Открыв счет, вы получаете доступ ко всем имеющимся услугам. Все максимально понятно и удобно. Если что, есть всегда персональный менеджер, который поможет с любым вопросом. Также гибкая система с выводами. Вы можете снять до 1 миллиона рублей наличными в бизнес-комиссии. Инкассации и самоинкассации в любое для вас удобное время. Бесплатное открытие любого количества рублевых и валютных счетов абсолютно бесплатно. А переводы международным партнерам в юанях от 0 до 1%. Это очень удобно для тех, кто хочет заниматься товарным бизнесом. По мне, это отличный банк. Здесь есть все, чтобы начать и продолжить свое дело. И максимально эффективно реализовать все свои задумки. Переходите по ссылке в описании, используйте промокод SIXFREEMATCH и получите подарок бесплатного обслуживания своего счета. Торопитесь, если еще не открыли расчетный счет для бизнеса в Тинькофф. Ну, мы ему позвонили заранее, сказали, что мы уже приехали. На часах, наверное, 10 часов утра. Хорошая, замечательная погода. К сожалению, со мной нет рядом Арби, чтобы, знаете, снять совместный ролик. Будь бы тут рядом Арби, ролик пошел бы намного интереснее, много величеляющее, но Арби, к сожалению, спит. Айуб, ассаламу алейкум, брат. Как ты? Айуб, как у тебя дела? Айуб, нормально пойдет. Мы с Айубом познакомились еще, наверное, ну, полгода, да, летом было. Я вышел с ресторана, Айуб подошел ко мне сфоткаться. Вот так и мы с ним познакомились. Вот. И я очень сильно захотел снять с ним ролик, потому что, ну, увидев его, я почему-то захотел узнать его жизнь, как он проводит свои обычные дни, да, так сравнить, и чтобы вы это увидели. Айуб, сегодня нам нужно, чтобы ты рассказал про себя, показал, как ты живешь, как ты занимаешься обычными вещами, вот. И тогда чуть готов, когда мы проведем. Айуб, что ты покажешь нам сегодня? Мы покормим корову, покажем тренировку. Тренировку? Да. Ты еще тренируешься, да? Да, так вон, да. Понятно. Поехали ты на кошару. Покажешь на кошару. Сперва мы чай попьем. Чай попьем? Зайдем, да. Оператор, зайдем? Давайте, оператор, кушать хочет нас. Я не могу себе представить жизнь без этих двух руки, понимаете? Вот это все, вот. Но больше всего, я задумывался, что будет делать человек, у которого нет зрения, который вообще не представляет, как устроен этот мир, вообще не видел людей, не знают, как вообще... Смотри, чай никак не сьет. Айуб, может, я помогу? Это кипяток. Прикиньте. Но, смотрите, в ролике я Айубу помогать не буду. Специально, чтобы вы видели, как он... Ну, для него это привычно, понимаете. Айуб, вот ты рассказывал у нас в инстаграме, в сторисе, сколько лет ты решился... В 11 лет. В 11 лет, да? Током ударило. Да, током высокое. Смотри, вот такие... Это очень распространенная ситуация. Я еще в инстаграме видел, брился, листал, и наткнулся на такое видео, что, ну, там был молодой парень, тоже лежит за двух руки. Как так получилось? Расскажи ситуацию, как это произошло? Игрался на вышке, короче. На вышке? Да. В смысле на вышке игрался? На трансформаторе залез, короче, ударил током. Десять тысяч вольтов. Десять тысяч вольтов и просто... У меня такой вопрос. А как так получается? В момент тока руки сразу обрезаются, либо во время операции так происходит? Операция. Операция, да? Понятно. То есть, уже ткани становятся мертвыми, руки непригодные, приходится их отрезать, да? Да, горели, короче. До костей. А ты помнишь момент, когда тебя ударило током? Да, помню. Ты был без сознания? Ты был в реанимации? На время выключился. Прикинь. Вот в 11 лет ты потерял руки. Да. Какое было чувство осознавать то, что ты остался без рук и что ты не прежний Аюб, который был, да? Не думал даже. Вообще не думал про это. То есть... Нет, нет. Просто нет и нет, да? То есть, каким-то образом это не сбило, да, себя с пути? Ничего. Понятно, Аюб. И да, ребята, я буду задавать сегодня. Может быть странный, может быть острый, может быть тупые вопросы. Я думаю, Аюб, ты, как бы, это все воспринимаешь нормально, потому что мне просто интересно узнать, да, о твоем отношении ко всему этому. Вот, к примеру, возьмем меня, да, то есть, у меня есть две руки, у меня все, аль-хамду-ляль, нормально, и вот именно я и, наверное, наши зрители не могут представить себя на твоем месте, к примеру, да? То есть, каждый человек может с этим столкнуться, и, короче, ты, наверное, понимаешь, в чем я, да, я даже не могу флопа добрать. Ты будешь чай наливать, да? Да, я буду чай наливать. Подожди. То есть, это открытый не можешь? Могу просто. С зубами, да? С зубами. Прикинь. Давай, я тебе помогу. Кипяток. Кофе для отбивки. Прикинь, как он наливает. Давай, ты наливай. Открывай. Ничего, я закинул. Ты можешь наливать. Все, закончился кипяток. Нам 20 стаканов хватит. К сожалению, у этого в Арби не получилось. Для него кофе принял. Ты для него кофе принял, да? Давай сделаем. Кофе. Арби. Опа. Арби. Ты очень хотел сняться в этом ролике, но, к сожалению, ты спишь. Я не дозвонился до тебя. Ну, что поделать? Что поделать? Мы тебе передаем большой привет, большой салам. И Аюб для тебя даже взял кофе. Маккофе. Три в одном. Но он такой кофе не пьет, а такой крутой кофе пьет. А тебе большое спасибо, что накрыл стол. Ты специально купил сладости. Ну, мне приятно. Не нужно было буквально чай попить и все. Ну что, давай попьем чай в любом случае. А если Аюб... Реально, я очень сильно удивляюсь. Аюб, у меня вот такой вопрос. Знаешь, смотри. Вот когда в 11 лет лишился рук, да? Все то, что делал своими руками, изначально в первый период тебе сложно было делать. Таким? Вот, к примеру, ты пьешь чай руками, да? И бац, тебе нет рук. Ногами делал все. Ногами делал все. Ногами делал все? Ты то есть ногами можешь сейчас делать? Ну, сейчас не могу. Отвык, да, уже? Первое время мама там помогала, конечно. Помогала, да? Вот сколько времени типа понадобилось, чтобы привыкнуть ко всему? Рана, у меня боль. Я не мог это с руками делать. Больно было, да? Зажили и все, я все делал. На велике катался. Ну, сколько времени понадобилось, не знаешь? Примерно полгода. Полгода, да. И вот, у тебя есть друзья? Есть. Старые друзья есть, которые с тех времен ты дружишь? Да, да. Есть, да? Тебе нравится, когда тебе, твои окружающие, твои друзья тебя жалеют или нет? Не жалею. Никто не жалеет? Я не даю жалеть. Не даешь, да? Вот когда я впервые тебя увидел, я отвечаю, мне стало, ну, как-то в душе стало не то. Мне стало тебя жалко. Но когда я с тобой познакомился, и я увидел, на что ты способен, на что ты не сломался, я тебе реально говорю, я тебе ни капли не жалел. Потому что то, что ты творил на кошаре, да, 10-килограммовые ведра просто таскал и знаешь, ну, это реально, то есть не каждый сможет даже, имея руки, имея здоровье. То есть ты молодец, ты не сломался. Я говорю, давай, что, попьем чай. Женя, ты собираешься, Ю? В будущем, да. В будущем, да? А ты учишься где-нибудь? Да, в нефтяном университете. Как я знаю, вы дом строите, да? Ну, уже построили. Построили, да? Телевизор тоже поставили там, да? Да, поставили. Да, кстати, я приезжал к Юбу, может быть, четыре дня или пять дней назад, да? То есть, привезли ему новый телик, чтобы... Ты же мои ролики смотришь на ютубе, да? Чтобы наши ролики смотрел на большом телике. Юб, а бутылку можешь открывать или нет? Сперва это зубами надо. Зубами надо, да? Прикинь, он открыл. Прикинь, прикинь. А телефон как ты берешь? Вот так. Прикинь, я реально... Он пользуется этим телефоном лучше, чем я со своим айфоном, понимаете? Хотя у этого телефона чувствительность намного слабее, чем у айфона. Какой телефон? Редми, нет. Это Редми, понимаете? Я даже своим айфоном не могу так быстро пароли набрать, понимаете? Ну реально, ты меня удивляешь, Юб. То есть, я теперь понял, что человек привыкает ко всему и адаптируется ко всему. Айюб, у меня небольшая просьба к тебе, может быть даже и большая. Ты можешь показать, можешь налить этот сок в стакан? Вот, пять секунд. Теперь другой вопрос. Смог бы ты закрутить эту крышку обратно? Да, я не справлюсь. Прикинь. Я клюсь своими руками, так быстро не смогу это закрутить. Понимаете, да? Что человек адаптируется ко всем условиям. Реально, мы вот так созданы. Да, реально, я удивляюсь. У тебя какие планы в дальнейшем? Оставаться тут в селе? Или ты хочешь как-то продвинуться? Какие у тебя планы? В какой сфере хочешь продвинуться? Хочу продвигать блог, если ты поможешь. А, ты хочешь стать блогером, да? Показывать свою жизнь. Давай, без проблем. Тебе создадим ютуб-канал. Ребята, кстати, давайте поможем Айюбу. Мы создадим ютуб-канал. Он будет туда закидывать ролики. Мы тебе хороший телефон. Можешь элементарно 14-го айфона снимать свои ролики, закидывать. Они будут набирать тебе просмотры. Наши подписчики тебе помогут. Я ссылку оставлю в описании. Переходите, подписывайтесь. Это, как бы, да, поможет и обрадует Айюба. Буду показывать свою жизнь. Даже знать, что я есть. Я не падаю духом. Да, но в любом случае, среди наших зрителей, наверное, есть люди, да, которые, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем, да, у которых, наверное, есть люди, которые такое же положение, как у тебя. И в любом случае, ребят, я думаю, Айюб будет вас мотивировать не только людей, у которых ограниченные возможности, да и вообще, в целом, даже здоровых людей он будет мотивировать. Так что переходите, наблюдайте за Айюбом. Я думаю, а будет интересно. Айюб, я все. Я сегодня утром покушал, чай попил. Все, теперь у меня есть энергия целый день, чтобы снимать ролик. Ты готов? Да, готово. Все, погнали, ребят. Айюб, у тебя мячик тоже есть. В футбол играешь? Ну да. Что-нибудь можешь показать? Это шарик. А, это шарик? Прикинь, я вообще типа... Мне даже стыдно, знаете, что-то постараться так показать, потому что у меня ничего не получится. Я реально, то есть, никогда в жизни в школе ни футбол, ни баскетбол ничего не любил. Единственное, что я любил, это покушать, покачаться, ну и ролики снимать. Извиняюсь, оператор. Это что, это твоя форма? Да, форма, конечно. Нифига себе, у тебя хорошая сумка. Да. Ты таком-то занимаешься, да? Да, на соревнованиях купил. А, поехать, поехать. А вообще, на соревнованиях выступал? Да, два раза. У меня вот такой вопрос. Ты на соревнованиях выступал среди людей, у которых ограниченные возможности? Ограниченные возможности. Да. Понятно. Где их проводят? В Чечне проводят их? Не был в Чечне, конечно. А где обычно? В Казани и Воронеж. Занимал призовые места? Третье место. Пошел, поздравляю, поздравляю. А там, ребята, сильная конкуренция там? Да, я сейчас полгода снова начал. Там уже чемпионы России. Базары нет. Там уже серьезный уровень, да? Ну что, погнали? Для начала мы, наверное, пойдем на Кошару, да? Да. Все, погнали. То есть, все сегодня у нас делает Аюб, я ему вообще не помогаю. Аюб, как я знаю, ты умеешь варить машину. Да. С твоего позволения. Ты даже механику умеешь, да? Да, механику. Ну это автомат, но будет легче. Увидев, что ты делаешь там на кухне, теперь я понял, только ты машину сможешь водить, но я не знаю, велосипед, мотоцикл, да что по кайфу. Так что, есть на ур. Настраивать сюда под себя. Так, куда дверь не закрыл или что? Все закрыто, да? Я первый раз на автоматике. Вот так делается, да? А-а. Как? Смотри. Первый раз на автоматике. Первый раз на автоматике. Первый раз на автоматике. Нажми вот эту педаль, нажимай. Отсюда. Да, смотри, когда на автоматике пользуются только одной ногой. Хорошо. Да, да. Правую ногу пользуются. Убери левую ногу. Он нажал. Все. Смотри. Тут можно... Эта кнопка может нажать? Да. Позор не смог. Видишь, вот там камера заднего. У тебя, по-моему... А, все, все. У тебя есть права? Права нету. Права нету. Ребята, без права не следите за рулем. Мы просто ходим все в селе, так что... Не дали мне справку. А, не дали справку, да? Я думаю, после этого ролика тебе точно будут права, потому что они поймут, что ты можешь даже больше, чем люди, которые заняты своими руками. Как ты сядешь за руль, они сказали. Серьезно? Да смотрите, вот, вот он доказательство. Ну, я думаю, Аюб, а по тебе все равно нужно сделать машину, чтобы тебе было удобнее, нет? Нет. И так удобно? Да, и так удобно. Серьезно? Да. Смотрите, как он хорошо водит. У тебя опыт вождения есть, да? Ну да. Давно я уже. Очень хорошо водит. Аккуратно, плавно, повороты за поворот, очень хорошо. А вообще, когда я к тебе приехал и показывал тебя в сторисах, до встреча не увидели? Да. Да. Так что вот так вот, ребят, едем на Кошар. Я у него на Кошаре был. Аюба, а вообще сейчас больно с твоими руками или нет? Нет. Вообще нет, да? Кстати, мы тут приехали, Аюбу, четыре дня назад, наверное. Погода бы, конечно, была не самая лучшая. Нашли дожди и мы застряли тут. Мы еле-еле смогли тут подняться. Но сегодня погода то, что нужно. Поэтому не будет никаких проблем. Вот. Все? Аюба открыл. Я думаю, заезжать смысла нету. Машину оставим там. Ну давай. Что? Оставим вот так. Погнали. Ой, что за собака? Они кусаются. Они кусаются точно? Они кусаются точно? Наверное. Индюк. Как я этих индюков боялся, когда был маленьким? На лодке кататься умеешь? А? На лодке кататься умеешь. А, прикинь, лодка тоже есть тут. Умеешь? Нет. Нет. Никогда не катался на лодке. Эй, сколько лет ты работаешь на кошаре? Где-то семь-шесть. Шесть-семь лет работаешь, да? Да. Прикинь. Как их много. Аюба, почему она такая корова худая? Не знаю. А? Она же худая, да? Аппетита у него нет. Эй, ей надо что-то прописать. Ей надо обратиться к моему криминологу. Надо что-то прописать. Она прописает, она худая. Аюба, а там нету, да, коров? Да, есть. А там есть, да? Сколько вообще тут рогата с котой, как говорится? Сколько тут? Тут? Не знаю. На кошаре. В общем коров 30. 30, да? Было больше, убрали. Аюба, нам интересно, вот, как ты качаешь воду, да? Как я знаю, тут у вас есть родник. Подожди, твой дом, да? Это то interactions. Подожди. Как это бывает. Не paras в Q&A. Даже в данной дороге. Подожди туда. А şurк pie, пусть. Lo слетим. Раньше очереди здесь были, за родником. Какие очереди? За родником. Водок попить. Ай, покажи, как это сделать. Чай, чай, быстро. Нормально идешь? Надо это полностью, да? Обычно, да. Сколько там воды, посмотрите, сейчас долго будет здесь. А? Сколько долго? Ну, пять. А, надо минут пять качать? А вы качаете так минут пять, да? Да. Ну, бывает. Просто взять воду и все. Не. То есть, получается, вот так надо качать, да, долго? Да. Она выливается-то. У нас больше воды проливает, не Юльича. Я неправильно делаю, да? Неправильно делаю? Он говорит, что я неправильно делаю. Аааа, видите, у него не проливается, у меня проливается. У Аюба есть техника, но у него получается, чтобы вода не проливалась и все, ну, набиралось. А у меня половина проливается. Короче, во всех движениях нужна техника. Если у вас нет техники, то каким бы вы физически крепким мне были бы, это не поможет. А ты верниться будешь на той, которая будет с тобой на кошаре работать? Нет. Она не будет работать? Будет. Будет работать, видите? Кстати, сегодня 8 марта. Конечно, ролик чуть позже выйдет. Всех, да, я хочу поздравить с 8 марта. Конечно, есть люди, которые не празднуют 8 марта, но все-таки, знаете, это как бы, как это говорится, короче, праздник, да, международный праздник. Все-таки есть люди, которые это отмечают. Я вас поздравляю. А ты это куда несешь? Вот сюда. Это для индюков, да? Для коров. А что индюки тоже кушают? Не знаю. Зрители, у меня к вам такой вопрос. Вы знаете разницу между индейкой и курицей? А почему на ПП-питании или на диете советуют питаться мясом медюка? Знаете или нет, ты знаешь? Не, да, короче, напишите в комментариях, кто знает ответ на этот вопрос. Я знаю, потом я вам скажу. Воды мало накачали, поэтому вот сложно. Вот эти ведра, они вообще в первую очередь они неудобные. Не больно ли твоим руками поднимать одно ведро минимум в 10-10 килограмм? Ну, допустим, 8 килограмм. Не больно? Не больно. Не больно, да? А бывает такое, что ты получаешь раны на руки? Бывает. Бывает, да? Бывает. Когда на мотоцикле катаешься. Когда на мотоцикле катаешься? Раны, бывает. Наверное. Оператор, покажи вот крупным планом, покажи свои руки пока. Ничего страшного, что они грязные. Мы работаем на кошель, конечно, они будут грязные. Ты можешь вообще не стесняться наших зрителей. Смотри, очень хорошо, что ты вообще не стесняешься наших зрителей, не комплексуешь. Наверное, 99,9% людей боятся камер, боятся показать себя, показать, знаете, вот, ну, ты понимаешь, о чем я, да? Показать свою жизнь. Ты молодец, не постеснялся, не побоялся. Тем более, наши зрители такие же обычные люди, как мы. Да. Какой смысл стесняться людей? Понимаете? Да. Интересно, а? Удар хороший. Удар хороший? Ударь тоже можешь? Ха-ха-ха. Подожди-ка. Это надо убрать. Подожди-ка. Все. Вот теперь будет держать. Все, теперь будет держать. Все, теперь будет держать. Все, теперь коровы никуда не пойдут на прогулку. Часто бывает такое, что они на прогулку сами уходят. Бывает. Бывает, да? Вот это такая, знаешь, нелегкая работа, так сказать. Нельзя вместо этой работы заниматься, заняться более легкой работой, более удобной для тебя. Смотри, вот качать эту воду, но это очень сложно. Имея 100 кг веса, мне это реально тяжело. И минут 5 качать, это сложная работа. Потом нести ведра, которые 10-килограммовые, да? Ну это тоже нелегкая работа. Нельзя найти более легкую работу для тебя. Да, можно. А какое? Знание нужно. Знание нужно? Это семейная. Это семейная. Семейная, да? Где ты видишь себя? Не знаю. Не знаю, да? Хочу продвинуть блогерскую тему. Блогерскую тему. Тебе все равно нравится, да? Блогерская тематика. И спорт. Спорт. Тайкондо. Я тебе вот слушал. Все, что погнали, я тебе это помогу. Когда я был маленький, когда я шел в школу, я тут все лежал. Эти индюки постоянно на меня нападали. Но почему-то они меня сейчас боятся. Будь бы тут Арби, он наверное захотел покататься. Понимаете? Грубо говоря, даже не хочу так говорить, наверное, да? То есть он покатался бы на рогатом скоте. Это сто процентов, если бы он тут был бы. Он сказал бы, я хочу покататься на корове. Понимаете? Настолько обезбашенный Арби. Арби, наверное, 10-й, он видит, спит. Честно сказать, вот, порой бывает такое, что имея все, даже в данном моем случае, бывает, что мы жалуемся, да? Что нас, много что нас не устраивает. Видя вот таких людей, как Аюб, я понимаю, да? Все у меня хорошо, все у меня замечательно. И никакие деньги, ничего нам не нужно. Главное было бы здоровье. Расскажи, что за комната это? Это наша комната. То есть тут отдыхаете, да? Отдыхаете. А бывает такого, что ты тут проводил ночь? Не здесь, там дом, убрали. Убрали его, да? Там жил. А, понятно. Можно показать зрителям? Тут у нас газ тоже есть? Нет. А, это дымоход, я понял. С деревьев. Короче, вот таких условиях, короче, работы. Ну, понятно, это кошара. На кошара сколько человек работает? Ну, семя. Семя работает, да? Примерно, пусть меня сколько человек работает? Четыре человека, три человека. Ну, раньше было у нас четыре-пять. Они работают, пошли. Понял, понял. Сейчас три. В основном задача кошара кто ведет? Отец. Отец, да? Понял. Погнали, ребят. Ты, вот смотри. А вот это индюки, да? Вот смотри. Да. А почему она такая надулась, а это как бы в покорном состоянии? Она чем-то недовольна или что? А это самец и самка? Да. А самец кто из них? Вот большой. А, большой это самец, да? Да. Ну, я так и предположил. Но почему-то, который надутый, он больше похож на самку. Нет? Или я ошибаюсь? Таким вот так интересно. Короче, ребят, Аюб показал, да, чем он занимается в селе. Аюб, есть еще что-то показать? То есть, чем ты вообще занимаешься в селе или все на этом? На все. На этом все, да? Нету велико покатал. А где, а где твой мотоцикл старый? Мотоцикл сломался вон там, видишь, я сломал. Ты сломал, да? То есть он уже не едет? Починить надо. Починить надо, да? Тогда давай поедем в город. Я хочу сегодня тебя одеть. Порадуем тебя. Познакомлю тебя с арби. Хорошо. Хочешь? Да, хочу. Все, ребят, перемещаемся в город. Поехали в город. И да, ребят, это не мой Hyundai Solaris. Я проводил конкурс. 10 таких Hyundai Solaris разыгрывали и 10 штук 14 айфонов. Машины потихоньку забираются. Победители приезжают. И за это машина, ее хозяин тоже скоро приедет. Так что, хозяин этой машины, я думаю, ты не против будь, если мы покатаемся на этой машине. Потому что у меня сейчас машины нету. Все, ребят, мы поехали в город. Ребят, ну что, мы приехали в город Грозный. В первую очередь мы переоденем Айуба в другой образ. Айуб, тебе надо купить новую одежду. Что-то было сегодня самым красивым. Вот. Так что, ты готов? Короче, я вижу, что ты любишь более спортивную одежду, да? Такую легкую одежду. Но я хочу сегодня тебе одеть более такую солидную одежду. Давай начнем, в первую очередь, с фитера, наверное, да? Выбер свитер, который тебе нравится. Какой цвет тебе больше нравится? Мне кажется, тоже цвет хороший. Да, это нравится. Нравится тебе, да? Дело в том, что Айуб не может застегивать пуговицу. Ему в талии нужны более широкие брюки. Но только с ремнем. Так что, хотя эти брюки по размеру Айубу, но они ему не подойдут. Надо чуть-то больше взять, чтобы они в талии были шире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, ну что, Айуб готов ты там? Да, я готов. Все, Айуб готов. Можешь выходить. Позора нет. Уже другое, уже другое, уже другое. Айуб. 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 Глоб. Тысяча. Тааа... 47 тысяч ты одеваете, да? Последний раз, когда ты одежду покупал себе. Честно. 4 месяца. 3-4 месяца назад, да? Недавно. Но, кстати, недавно, так сказать, да. Коротше, ребят, мы приехали в Грозная Сити. Это центр Грозного. Поднимемся в ресторан, перекусим. И после чего уже пойдем дальше. Кстати, в скором времени поделит Арби. С Арби этот ролик пойдет намного интереснее, намного позитивнее. Короче, мы приехали в ресторан, сейчас покушаем. Эй, ты в этом ресторане был? Никогда не был. Никогда не был? Нравится тебе? Да, круто. Да, кстати, это очень красивый ресторан, находится на 32 этаже Гроджин-сити. Так что, кто не был в Чечне, обязательно приезжайте, я думаю, вам всем понравится. Эй, ну что, давай закажем? Да. Садись, Эй. Садись, садись. Эй, я слышал, что ты хорошо игры играешь. На этом старом своем телефоне ты можешь игры играть? Да, могу. Ну не очень хорошо, но могу. Хорошо играть или нет? Хорошо играю. А какие-то дополнительные инструменты используешь? Нет. Чисто своими руками вот так. Можешь нам показать это? Да, конечно. А в какие игры играешь? Стенд-дов, пабук. Ти-фай, пабук, да? Кстати, пабук я тоже играл, но, ребят, ни в коем случае это не реклама. Играть игры это плохо, поэтому вместо того, чтобы играть игры, развивайтесь, читайте книги, выходите на природе, общайтесь со своими друзьями. Игры не играйте, да, верно? Нет. Но все-таки, если у Аюба получается, почему бы не показать? Аюб, покажи нам, насколько ты хорошо играешь в эту игру. А ты вот так играешь? Да. Базара нет? Слушай, Аюб, тебе не кикбоксингу надо выступать, а киберспортсменом стать. Вроде они неплохо зарабатывают. Для киберспортсмена неопыт. Бывает такое, что ты первое место занимаешь в игре? Конечно. Бывает, да? Насколько он, да? Вот что значит, человек ко всему привыкает, ко всему адаптируется. Ножами всех режиссер, прикинь? Аюб, как называется твой телефон? Redmi Note 9. Сколько он стоит? Тогда, когда покупали, там, 17500. 17500 тысяч. И сколько ему? Два года. Два года. Ну смотри, он очень старый. Вот смотрите, ребят. Реально, старый телефон. Мне его подарили. Подарили? Когда я зашел купить, за меня оплатили. Серьезно, что ли? То есть ты зашел купить телефон за 17500 рублей, и кто-то за тебя оплатил? Себе покупаешь, и сразу оплатился. А кто за тебя оплатил, не помнишь его? У меня чеченец. Чеченец был, да? В любом случае, человек, который оплатил тебе за телефон, смотрит сейчас это видео, он дедоресил. Большое тебе спасибо. Либо, ты еще, мелочь, но очень приятный человек. Ну, человек это запомнил. Я думаю, сегодня тебе надо купить новый телефон, новый 14-й телефон. Не думаю. Почему? Не знаю, ничего. Брат, такой парень, как ты, должен ходить 14-м айфоном. У тебя должен быть новый айфон. Потому что у тебя есть желание продвинуться в плане блогерской тематики. Тебе интересно снимать ролики, показывать свою жизнь. Тебе просто необходим что-то на свой айфон. Поэтому после того, как мы покушаем, мы поедем, обязательно к тебе возьмем телефон. Я хочу, чтобы ты мои ролики смотрел на качественном телефоне. Я хочу, чтобы ты мои ролики смотрел на большом, хорошем телевизоре. Ты понимаешь? Вот. Поэтому, почему бы и нет? Айф нам будет наливать. Ну, это, конечно, очень... Это будет очень... Давай, 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 давай. Не, он справился. Там нормально справился, Айф. Мне тоже сможешь налить, да? Все, ты справился, молодец. Заранец. Все, все, он испытание уже прошел. Теперь уже я буду за ним. Теперь я буду. Пиццу я тебе сейчас положу. Честно сказать, Айф, я этот... Не особо умею. Так. Ребят, я никогда в жизни так не делал, я всегда руками брал и кушал. Поэтому, просто на видео надо по красоте же сделать. Поэтому, поэтому я так заморачиваюсь, понимаете? Он так неплохо, согласитесь? Вот. Попробуй, оцени пиццу. Ты на сколько часто кушаешь в ресторане? Часто кушаешь в ресторане? В ресторане? Один год назад, короче. Год назад кушал в ресторане? Да. Прикинь, ты год назад в ресторане кушал. Я хлянусь, день в три раза кушаю в ресторане. Ты, то есть, дома сам кушаешь, да? Да. Короче, я знаю, что многие смотрят видео и кушают. Таких, наверное, много. Всем вам тоже приятного аппетита. И нам тоже, Айюб, тебе тоже приятного аппетита. Айюб, смотри, у меня такой чуть странный вопрос к себе. Честно ответишь? Да. Только честно нужно ответить, потому что... Хорошо. Делай вид, что камер нету. Вот, тебе же удобно, комфортно, да, так? Да. То есть, нет такого, чтобы что-то не хватало? Или есть? Нет. Нет такого? Да, не дурила. Вот смотри, вот у меня такой вопрос. Ты сейчас выбрал бы иметь руки или же миллион долларов? Миллион долларов – это 75 миллионов рублей. Вот честно, вот. Иметь руки, либо миллион долларов, вот честно. Не бери только хорошо, просто реально интересно. Если тебе ничего не мешает, тебе и так комфортно, ты выбрал бы руки, либо 75 миллионов рублей? Руки тоже нужны. Если деньги есть, ты все можешь сказать. То есть, в данном твоем случае ты выбрал бы миллион долларов, да? Не знаю, да. Вот как ты думаешь? Ну, руки тоже важны. Ну, вот что выбрал бы, скажи. Руки, наверное. Руки выбрал бы, ну, честно. Ну, да. 100% в руки. Руки, да. Либо 75 миллионов рублей. За нету можно купить их. А, то есть, честно сказать, мне кажется, ты выбрал бы деньги. Вот если туда поставить миллион долларов, ты выбрал бы деньги, верно? Нет, не знаю. Да. Не, я примерно так и предполагал. Знаешь почему? Знаешь почему так? Потому что, как мы видим, как я вижу со стороны, тебе, у тебя нету никакого комфорта, ты уже все можешь, понимаешь? Ты уже привык. Поэтому тебе кажется, что так и должно быть, понимаешь? В плане протеза ты интересовался, сколько стоят, помогут ли они тебе в целом? Да, мне делали протезы, вообще неудобно. То есть, у тебя были протезы, да? Они были просто простыми, не электронные или электронные? Электронные один был у меня, с мышцами, открывался, закрывался, вообще неудобно, не нужны. То есть, вот так тебе удобнее, да? Намного удобнее. Так, сейчас, зрители мне писали, когда я... Для красоты так можно, так. А, понял. Вот в инстаграме мне писали, когда я тебе показал, что бяти купил протезы. Но протезы тебе неудобно, да? Вообще не нужны. А если купить дорогой, хороший протез? Наверное, у тебя не было дорогих, качественных? Качественные были у меня. Были, да? Нормальные. Но они тоже сложные. Я ее не буду носить. Не буду все равно носить? Не буду. То есть, зрители, а вот как ты говоришь для вида, для эстетики, да, чтобы ты в целом сети обществе не выделялся, никто не смотрел. Смотрю, у него, типа, рук нету. Для этого ты носишь или нет? Не носишь. Не носишь, да? Руки уже. То есть, тебе... Ты никого не стесняешься этого, верно? Да. Все, ребят, вот многие просили, ведь директ писали, купили ему протез, Аюб дал вам четкий ответ по поводу вашей просьбы. Ему никакой протез не нужен. Как мы видим, он элементарно, понимаете, вот сложное строение этого графина. Он может этого графина налить в этот стакан. Он может... Да он много что может, понимаете? Поэтому... Что тут говорить? О, кто у нас идет тот? Кто у нас идет? Ты знаешь его? Знаю, конечно. Первую очередь хочу умолять руку этого косавчика. Ассаляму алейкум. Ну, у меня нет руки. Ничего, ничего. Как ты, брат? Нормально, ахамделлах. Как у тебя? Нормально, ахамделлах. Ага. Садись. Я рад этого человека видеть. И, конечно, асхабу. Как ты, брат? Тут пахнет цветов, цветовщего сада. Садись. Только пиццу кушаете? Пиццу, стейки заказали. А, да? Но тебе не заказали. Я очень голодный. Сегодня вообще не кушал. А у тебя сегодня нет поста, да? Нет, вчера только. Вчера, да, вчера Арби пост был. Садись, Арби. Арби, вот ты приехал. Почему без кофе? Почему кофе нету? Сегодня не успел заказать, пить кофе. Поэтому я чуть бодрый. Арби? Хочу быть чуть энергичным. Я думаю, тут тоже будет вкусный кофе. Слушай, у меня к тебе такой вопрос. Мы с тобой договаривались, что утром мы вместе поедем к Айубу, да? Помнишь, мы договаривались, что будем ролик снимать с Айубом? Ну, почему-то ты спал, трубку не брал. Серьезно? Ты звонил, да? Да. Я просто не видел, а много звонков приходит. Я в самолете поставил и спал. Да. Спал очень хорошо. Ну, договаривались мы с тобой. Арби, у меня вот такой вопрос, смотри. Договаривались мы с тобой, но это... Арби, у Айуба рук нету. Что скажешь по поводу этого? Что могу сказать? У любого человека, может быть, такой, как он, но в этот раз, в этот прекрасный день я буду его кормить. И вы будете смотреть, как я его кормлю. А ты будешь его кормить? Я его буду кормить. Он, он, он может тебя сам кормить. Ну, хоть он сможет, но я хочу чуть-чуть его кормить. Я наоборот, знаешь что? Я наоборот, ему вообще сегодня не помогал. Я наоборот, он мне все, он дома мне чай налил, он мне даже сейчас сок налил, он мне налил. Понимаешь? Я ничем вообще не помогал. Красавчик, красавчик. Вот так вот. Когда я пожал руку его, блин, такой сильный ты был. Блин, чувство, прям чувствовал силу у тебя. Ты такой энергичный, брат. Вот так вот. Так что. Так что все, да? Да. Покушаем и куда мы поедем? Мы пойдем купить телефон Айубу. А, да? Да. Конечно нужно. Конечно нужно Айубу, конечно нужно. И так он раздает всем телефоны, машины. Денег, денег, денег много, поэтому почему бы не помогать, да? Да, как говорит агрессор, денег у нас есть, пишите, пишите кому. Ну, вот тут с нами рядом сидит, Асад Тамайов. Все, съесть. И Айуб дерзкий. Я не знаю вообще, как Айуб будет стейк разрезать, как его кушать. Даже с двумя руками его нелегко кушать, разрезать. В целом мясо плотное. И учитывая, какие неострые нажидают в ресторане. Я тебе помогу. Я не знаю, как он разрежьте. Айуб, как ты будешь это все делать? Машаллах. Покинь, как в церкви стране. Машаллах. Машаллах. Подожди, Айуб, пожалуйста, подожди. Асад. Давай один раз попробуй. Я тебя так буду кормить всю жизнь. Это мой братик. Я так его люблю ради Аллаха. Уважаю. Буду уважать дальше. Вот. И, конечно, как обычно, просто давай для вас заварим. Короче, пью кофе. Это эспрессо. Всем приятного кофе пить. И нам приятного аппетита. Абедай мне, пожалуйста, вилку. Ну, там оно. Ага. Айуб. Давай, давай мы тебе разрежем. Быстренько. Абедай, как это делаешь? Ты же в Европе. Там тут был много раз, да? Ты тоже не опалчиваешь, но. Не скромничай. Тут все свои будут нормально. Это надо по-любому, потому что это... Все, попробуй теперь. А ну, попробуй теперь сам. Смена. Короче, ребят, мы приехали в магазин Apple. У Айуба очень плохой телефон. Мне он не нравится. Хочу взять ему новый телефон. Погнали, Арби? Он свое мне подарит. Ты знаешь? Зачем тебе он? Я просто на память буду носить. Да? Конечно. Погнали. Погнали. Это для меня честь. Честь Арби Агрессорусский. Давай. Заходим. Плес, бро. Плес, бро. Плес, это садись. Давай, давай. Чего? А, нет. Плес, это нормально. Заходи. Саламу алейкум. Саламу алейкум. Можешь выбрать MacBook, выбрать телефон, что тебе надо, короче. Так как тебе надо снимать ролик на YouTube-канал. Кстати, Арби хочет начать YouTube-канал, снимать ролики хочет. Поэтому, я думаю, ему нужен хороший телефон. Redmi или Xiaomi я забыл? Redmi. Redmi. Камера у тебя плохая, поэтому в первую очередь нужен 14-й iPhone. 14-й iPhone есть у нас? Крошка. Вот. Без равенства вообще? Как цвет, как цвет равенства? Без равенства вообще? Вообще. Вообще без равенства. Что есть? 14-й iPhone, черный на 256. 256, нормально. Ай, в 256 пойдете, да? Пойдет нормально. Вот, давайте его возьмем. Арби, что думаешь? Нормально, хороший подарок. Я тоже был рад. Распакуешь его? Подарок. Сможешь распаковать его? Можно? Подожди. Вот здесь распакуем. Распакуем. Вот так, да, держать? Бенхайяста. А, все, подожди. Арби, оставь, оставь, не надо, он сам сделает. Он хочет, чтобы чуть-чуть от... Вот так я, чтобы я сделал. Не, он пусть, он впустит. А, все, давай. Ой, ма-шаллах. Так хорошо у него получается. Так у него хорошо получается. А, это просто, это просто. Все, теперь будешь снимать. Ма-шаллах. Инстаграм будут у него качественные фотки, в ютубе будут качественные. Смотри, как он хорошо держит. Подожди, а что ты закрываешь? А, не закрываю. Допусть на камеру, официально, это самое главное, ты не снял, вот это надо снять. Все. Теперь, у него 14, это черный или серый? Это черный. Это мат? Это мат. 256 гигаба, это нормально. Так что, а ёбб, пользуйся на здоровье. Ну, он скользкий, единственное, да? Все. Так что, пошите дальше, ребят. Короче, ребят, мы приехали в центр Грозного, это мечеть. Одна из достопримечательностей в Чечне. Сделаем намаз. И мне очень интересно посмотреть, как он берет омовение. Пойдемте. Субтитры создавал DimaTorzok Короче, цей праздник. Мы сейчас идем бить кофе. Короче, куда мы идем? Идем не бегаем. мы же мы же бегаем мы же нормально идем короче да можно макка а уарю как дела четко мы сюда я идем пить кофе до мухаммад, заходи, не 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 не, а уарачу короче нам эспрессо, ты какое будешь? эспрессо тебе будет тяжело, давай капучино ему капучино, а мне эспрессо что нибудь еще? нет все спасибо по кальций наличие? эээ по кальций 4 часа, можете положить кальций? да сейчас они кофе приготовят и мы будем пить кофе и дальше будем двигаться а друзья, сейчас пока они кофе готовят, а мы сейчас решили кто сильнее посмотреть из нас давай, давай вратка давай, давай, давай смотрите клянусь, он сильный, он сильный просто, я просто, он даже не чувствует меня это я не делаю специальный вид, как будто я не сильный, а он сильный да? да, его? так есть это есть короче знаешь вообще почему пьет? чтобы быть энергичным чтобы быть веселым, чтобы быть на чеку на чеку вот тоже знает тоже знает на счет этого насчет этого я тебе помогу вот смотреть вот четко я сделаю еще одну, да? нет, нет, не надо еще одну хватит? да как со мной начал Аюб двигаться? подсел на кофе все империального кофе ты подсадил ну да ну да ну да приятного кофе битя, брат спасибо Большое тебе спасибо, что поделился частичкой своей жизни, показал нам, как ты работаешь на Кошаре. Реально говорю, меня и в том числе нашим зрителям это очень сильно понравилось. Порой бывают такие моменты в жизни, что именно связаны с материальными ценностями, что хочется больше и больше зарабатывать, мы гонимся за деньгами. Но видя тебя, мы, зрители, которые имеем полноценную возможность, имеем двух руки, должны понимать, что самое главное в этой жизни – это здоровье. И как ты, наверное, уже сказал, что если бы тебе даже дали огромные деньги, ты выбрал бы иметь две руки, нежели чем большие деньги. Но это не факт, конечно. По поводу этого можно поспорить. Он еще был под сомнениями. Да, мы с ним впервые так близко познакомились, потому что до этого мы только через телефон общались с ним. И, Аюб, вот у меня вот такой вопрос. Есть у тебя какая-то мечта? Особо мечты нету. Продвину хочу свой блог в YouTube. То есть ты хочешь стать популярным, да? Да. Но все-таки, может быть, есть какая-то материальная мечта? Может быть какая-то… Себя – нет. Хотелось бы для спортзала ковры купить, больше ничего. То есть у вас в зале ковру нету, да? Да. Большой зал? Большой школьный зал, там нет ковров. Я чувствую себя неуверенным, когда я тренируюсь. А в вашем зале есть люди тоже с ограниченными возможностями или нет? В чем зале нет? Только ты один, да? Все, ребят, надо будет в следующий раз обязательно поехать, взять ковры для зала Аюба. И еще такой момент, Аюб. Мы сегодня не смогли показать полноценный один день из твоей жизни. Как ты просыпаешься утром, все твои процедуры. Было бы очень интересно посмотреть на это. И я знаю, что вы строите дом, ну да, я бы хотел, чтобы ты нас пригласил в гости, познакомил, может быть, своей семьей, может быть, братом. Брат, есть тебя? Да, есть. Было бы интересно с ними пообщаться, познакомиться, чтобы они рассказали про тебя. Мне тоже бы хотелось, если подписчики поддержат меня, я согласен. Да, друзья, мы сегодня сняли на такой мини-выпуск. Если вам Аюб как персонаж был интересен, если вам интересно наблюдать за ним, посмотреть, как он живет, то обязательно поддержите лайком, напишите обязательно в комментариях, поделитесь своим мнением. Для нас это очень важно. Мы хотим для вас сделать интересный контент. Аюб, если же зрители дадут обратную хорошую связь, мы обязательно с тобой снимем ролик. Но купить тебе ковры в зал, я в любом случае это сделаю, потому что это такая твоя небольшая мечта, которую я могу исполнить. Вот. Есть что еще сказать нашим зрителям? Может быть, есть пару слов, которые хотел бы ты сказать. Тебя смотрят, наверное, миллионы людей. Тренируйтесь, ребята. Занимайтесь спортом. Удачи. Все, ребята, вы были на канале Асхаб Тамайя. С вами был Асхаб Аюб. Всем желаем здоровья. Слушайте своих родителей, любите их и цените свою жизнь. Все. Всем ассаламу алейкум.